да и последний вопрос в данном вопросе приводится 34 аят второй суры цитируется этот аят что про иблиса про шайтана что он был из неверующих кана миналь кафирин правда ли что эта часть указывает на то что иблис до того как не склониться перед адамом уже был неверующим и так давайте разберем слова кана кана является амонимом то есть словом который имеет несколько значений одним из значений является сара то есть стал кана то есть стал это одно из значений тяга другие значения это то есть тяга то есть был стал и был это и другое значение и в том и в другом значении кана используется например в значении сара то есть стал слова кана используется в священном коране когда речь идет о сыне нуха алейсалама где всевышний говорит кана миналь муракин что он стал одним из утонувших здесь кана нельзя переводить как был одним из утонувших утонувших то есть говорится о том что стал одним из утонувших то есть он утонул со всеми остальными то здесь говорится о том что кана в значение сара и так вопрос о том здесь кана используем в значении был или в значении стал одни толкователи говорят что здесь в значении стал а другие говорят о том что в значении был я считаю что это и другое значение здесь имеется в виду это и другое значение здесь имеется в виду в данном конкретно аяте кана использована здесь как значение сара то есть стал так и в значении был был одним из неверующих конечно здесь это стола бы наверное коснуться также некоторых принципов и основ в толковании священного корана потому что имеются разногласия между учеными вообще возможно ли использовать слова и вкладывать в них одновременно несколько значений одновременно несколько значений по этому поводу имеется спор одни говорят что нельзя невозможно другие говорят что нет возможно и доводы тех кто говорит что это невозможно они не состоятельны поскольку поскольку они касаются человека они говорят человек же не может так думать и так и так разговаривать чтобы в одно слово вкладывать сразу несколько значений это я к чему говорю потому что я по своему опыту изучая священный коран пришел к тому мнению что это не только возможно используется одно слово и одновременно вкладывать него несколько смыслов так это еще и произошло в священном коране и это является одним из чуд священного корана до возможно человек так разговаривать не может но всевышний священным коране разговаривает именно так То есть, он использует одно слово, вкладывая в него множество смыслов, которые сами арабы же используют. Как, например, в данном случае. Арабы используют слово «кана» как в значении «был», так и в значении «стал». И теперь вы можете задаться вопросом, так они же противоречат друг другу. «Был» и «стал» — это разные значения. Я говорю нет. Слово Всевышнего намного многограннее, чем вы думаете. Она очень глубокая. Всевышний разговаривает очень глубоким языком. И то, как разговаривает Всевышний, нет противоречия между «был» и «стал». И это, кстати, вот как раз таки говоря о чуде Корана, является одним из чуд священного Корана. Ни одно другое слово, ни одна другая книга не имеет подобных особенностей. И чтобы эти особенности понимать, необходимо изучать, заниматься священным Кораном. Долгие годы углубленно заниматься. Почему же между «был» и «стал» нет противоречия? Потому что, когда говорится «был», то есть «иблис» был из неверующих. Имеется в виду, что он внутри был неверующим, хотя внешне проявлял себя как верующий. И, кстати, об этом имеются у нас достоверные хадисы. В частности, я вот приведу от его светлости. Имам Садига, алейсалат ва салам, в «алькафи» приводится предание, достоверное, причем, обратите внимание, «сахих» предание. Вот Имам Садига, алейсалат ва салам, у которого спросили, что подразумевается под «Айюхалладина Аману» — «О, те, которые уверовали». Входят ли в число вот этих верующих, к которым обращается Всевышний, когда говорит «О, те, которые уверовали», входят ли в их число лицемеры? Являются ли лицемеры из числа вот этих людей, к которым обращается Всевышний, когда говорит «О, те, которые уверовали». Имам Садига, алейсалат ва салам, говорит «Наам», «Да». И в это число входят в том числе и заблудшие, очень заблудшие, и те, которые приняли, внешне приняли призыв Всевышнего. Внешне ответили на призыв Всевышнего. И далее, обратите внимание, Имам Садига, алейсалат ва салам, говорит «Вакана иблису миммен акарра биддааа». Что внешне Иблис был тем, кто ответил на призыв Всевышнего, то есть вместе с ангелами. Был из числа тех, кто вместе с ангелами внешне уверовал во Всевышнего, покорился Всевышнему. Чтобы этот вопрос более подробно понять, обратитесь к одному из наших вопросов и ответов, которые мы опубликовали ранее, по поводу того, в чем разница между исламом и иманом. Может, это поможет вам лучше это понять. То есть внешне Иблис принял призыв Всевышнего, принял его вилаят, покорился ему, но внутри был лицемером. То есть он внутри был высокомерен, внутри не покорился внутри. И поэтому он был из неверующих, как и следует из данного хадиса, достоверного хадиса. Иблис, вот имам Саад Галей, салат ва салам, из Аль-Кафи. Но он при этом еще и стал, после того, как отказался поклониться Адаму, так он еще и стал после этого неверующим. Как он стал, если он уже был? А стал в том смысле, что он уже и внешний вот этот вот облик покорившегося и принявшего вилаят Аллаха, он этот образ тоже потерял. Он этот внешний облик тоже потерял. Поэтому, на мой взгляд, в этом аяте Священного Корана, в 34-м аяте 2-й суры, Всевышний, когда говорит, Каин Амин Аль-Кафирин, он имеет в виду и то, что он был из неверующих, и то, что он стал из неверующих, с тем объяснением, которое мы дали. Каин Аль-Кафирин Каин Аль-Кафирин